Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. 2. Определить меры, которые будут способствовать наполнению российского рынка качественной и доступной по цене отечественной рыбной продукции. Это главная цель заседания, которое сегодня провел президент страны. На заседании президиума Госсовета Владимир Путин отметил, что в российском рыбопромышленном комплексе накопилось немало вопросов и проблем, поэтому необходимо выработать меры для наполнения рынка качественной продукции. Участие в заседании Госсовета, посвященное рыбной теме, принимает и губернатор нашего округа Игорь Кошин. 2. Один из основных вопросов, волнующих рыбохозяйственный комплекс страны, это квоты на вылов рыбы и другой аквакультуры. В настоящее время рыбодобытчикам выдается разрешение по так называемому историческому принципу – вылов определенного объема рыбы на 10 лет. И это правило будет действовать до 2018 года. Глава рабочей группы Государственного совета Олег Кожемяка предлагает увеличить срок действия квот. Долгосрочные квоты обеспечили инвестиционную привлекательность отрасли, необходимую подпитку банковскими кредитами. Учитывая очевидный экономический эффект, достигнутый долгосрочным закреплением квот, сказал Кожемяка на президиуме Госсовета. Для дальнейшего развития отрасли и создания условий для привлечения инвестиций предлагаю увеличить срок закрепления долей квот на вылов морских биоресурсов до 15 лет. Минсельхоз и Росрыболовство сейчас предлагают увеличить этот срок до 25 лет. По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, увеличение срока действия квот до 15-20 лет сделает бизнес в этой отрасли предсказуемым, и инвесторы будут вкладываться, рыбаки прежде всего. Помимо увеличения действия квот на вылов рыбы, Росрыболовство предлагает внести изменения законодательства, которое позволит с помощью выделения специальных квот на вылов стимулировать строительство новых судов, так называемые квоты под киль. Этот проект документа предлагает выдавать в виде квоты субсидию для рыбопромышленников, если они будут строить новые траулеры на российских верфях, но только после того, как они сдадут их в эксплуатацию. Еще одна проблема современного российского рыбопромышленного комплекса – изношенность корабельного парка. Сами чиновники признают острую нехватку новых рыболовных траулеров, отвечающих современным требованиям. По словам заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука, строительство нового рыболовецкого флота, который увеличит ежегодную прибыль в отрасли на 115 миллионов долларов, потребует 1,2 миллиарда долларов. Рабочая группа под руководством губернатора Сахалинской области Олега Кожемяка работала несколько месяцев для того, чтобы представить итоговый доклад о состоянии рыболовецкой отрасли и предложения по дальнейшему развитию президенту. Документ ляжет в основу поручений главы государства. В итоговый доклад вошла инициатива НАО о создании реестра лиц коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, для которых рыболовство является основой существования. Право получения квот на добычу водных биоресурсов для традиционной хозяйственной деятельности будут иметь только лица, внесенные в этот реестр. Сегодня мы находимся в условиях, когда рыболовной отрасли необходим новый импульс, стимулирующий эффект от принятых десятки лет назад решений практически исчерпан, отметил Игорь Кошин. В условиях импортозамещения остро стоит вопрос о насыщении внутреннего рынка свежей, вкусной и высококачественной рыбой. К сожалению, сейчас зачастую такое сырье отправляется на экспорт, а российскому потребителю предлагают аквакультурную импортную продукцию, высокая цена которой не соответствует ее низкому качеству. Президент особо отметил необходимость стимулирования инвестиционной активности в отрасли как со стороны рыбодобытчиков, так и рыбопереработчиков. На уровне региона наша задача абсолютно созвучна и федеральна, подытожил Игорь Кошин. Прокуратура Ненецкого округа совместно с ГИБДД проверила, как дорожные организации содержат автомобильные дороги и соответствуют ли они требованиям федерального законодательства. В частности, представители надзорного органа заинтересовали бетонные блоки, установленные посреди строящейся дороги Полярная Рыбников. Строительство автомобильной дороги Полярная Рыбников ведет на Ринмар-Дориемстрой. Проезд на указанной дороге запрещен, однако способ, которым дорожники запретили движение, не соответствует требованиям технических регламентов. В целях ограничения движения на указанной автомобильной дороге установлены бетонные блоки, которые не соответствуют техническим нормам, предъявляемым заграждающим устройством, что может привести к причине вреда жизни и здоровью граждан, а также к повреждению имущества. В этой связи прокуратура округа поручила отделу ГИБДД ПАНАО провести проверку по данному факту. По данному факту возбуждено административное расследование, по итогам которого при наличии оснований будут устранены нарушения законодательства и привлечены виновные лица к ответственности. Кроме того, прокуратура округа вынесла предостережение руководителям Наринмар-Дориемстроя и Чистого города о недопустимости нарушения требований федерального законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения. Уже сегодня на дорогах образовались неровности и ледяные выступы. При этом в течение 2014 года в деятельности указанных организаций выявлялись нарушения требований законодательства в данной сфере, сообщает прокуратура округа. Актуальные задачи государственной национальной политики на фоне угрозы активизации деятельности экстремистски настроенных организаций обсудили сегодня в прокуратуре Ненецкого округа. Там прошло межведомственное совещание по противодействию экстремизму. По мнению экспертов, проблема не утрачивает своей актуальности. Только за прошлый год число преступлений, связанных с экстремизмом, выросло почти на 15%. Информация экстремистского характера активно распространяется через социальные сети. Не исключение и наш округ, отметил прокурор Николай Егоров. Практика прокурорского надзора и деятельности правоохранительных органов, к сожалению, на территории Ненецкого автономного округа, выявляет фактор распространения в интернет-сети материалов, которые признаются экстремистскими. Учитывая международную обстановку и учитывая тот факт, что наше государство приняло участие в борьбе с исламским государством, этот вопрос следует проработать в плане профилактики. По профилактике распространения экстремистской и этносепаратистской идеологии, идеологии терроризма среди населения НАО, в округе действует экспертный совет. Он осуществляет анализ причин и условий, способствующих распространению экстремизма и этносепаратизма в Ненецком округе, а также рассматривает вопросы, связанные с выработкой направлений профилактической работы по недопущению этих проявлений. Проводимая профилактическая работа позволяет сохранить контроль за оперативной обстановкой в округе и снизить риск возникновения конфликтных ситуаций между представителями различных национальностей. Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов. Кроме того, сотрудники прокуратуры рассмотрели вопросы о противодействии преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами, а также управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В Ненецком округе, по словам надзорных органов, отмечается рост правонарушений и преступлений данной категории. В Наринмар приехал герой России, космонавт-испытатель Александр Лазуткин. Неземные истории и уникальные детали своего полета в космос герой России рассказал окружным школьникам. Космический гость Наринмар встретил Александра Лазуткина. Визит летчика-космонавта организован Ненецким отделением партии «Единая Россия» по инициативе координатора партийного проекта «Историческая память» Ольги Пахомовой. Программа визита приуроченного к празднованию 55-летия первого полета человека в космос включила в себя встречу с учителями физики и астрономии. Также герой России провел встречи с жителями Ненецкого округа. Космонавт рассказал о своей жизни и работе. «Маленькие такие хирургические операции. И зубы лечить тоже можно». Знать медицину, плавать под водой, лазать по горам, летать на самолетах и прыгать с парашютом. И это далеко не весь список того, что должен уметь космонавт. А самое главное – оценки должны быть не ниже пятерок, иначе в космос не пустят. С этого начал встречу с красновцами летчик-космонавт Александр Лазуткин. Герой России – человек, который за полгода, проведенных в космосе, преодолел столько, сколько на Земле не каждый за всю жизнь преодолеет. Свой первый и единственный полет в космос он совершил 10 февраля 1997 года. Через две недели после старта, 23 февраля, на станции «Мир» произошел пожар. Внутреннее пространство быстро заполнилось дымом. Тушили в противогазах. Ликвидировали быстро, но не успели справиться с одной нештатной ситуацией, как возникла другая. На станции отказалась система кондиционирования. До 50 градусов повысилась температура. И с этим космонавты справились. Впрочем, на встрече Александр Лазуткин старался не вспоминать об этом и рассказывал ребятам о прелестях космоса. Тем, что развлекался, я брал этот шарик, вставлял туда салон, какую-то трубочку, и надувал. Получался вот такой большой-большой водяной шар. Мне было интересно, на Земле я не могу такой водяной шар сделать, как мой или не пузырь. Потом мне это надоело, и я в этот большой шар из воды брал апельсиновый сок в рот, протыкал его трубочкой, этот большой водяной шар, и надувал там оранжевый шарик. Они эти два шарика играли, вот то, что на Земле делать нельзя. Потом это мне надоело, и я через эти два шарика, средний там, уже внутри оранжевого, желтого такого, я излишнего высокой делал шарик. Встреча прошла в формате «Вопрос-ответ». Александр Лазуткин рассказал собравшимся о буднях космонавта, как они спят, едят, празднуют Новый год и еще много чего. Именно такие вопросы сыпались один за другим из зала. Эта встреча, кстати, и предназначена была для того, чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к космонавтике. Встреча стала одной из частей проекта «Планета Икс». Решение о запуске единственного в своем роде международного проекта было принято еще в марте на международном форуме «Дружба-Ненецкий округ ворота в Арктику». По плану проект призван выявить в подрастающем поколении детей, которые хотят связать свою жизнь с космонавтикой и развивать в них эти способности. Детишек просто надо им уже это показывать, что можно этим делать, что это есть. Что есть космические снимки, что можно разговаривать с космонавтами, что можно даже какие-то эксперименты проводить. Даже, учась в школе, можно сделать космический эксперимент. Дайте ему эту возможность. И вы тогда понимаете, кто из вас тут вырастет. Много ломоносовых пойдут отсюда. Реализацию проекта начали в стенах четвертой школы, пока в экспериментальном режиме. В дальнейшем кружки для юных космонавтов могут появиться во многих школах Ненецкого округа, и в Красном в том числе. К слову, ребятам это интересно, а встречи с Александром Лазуткиным все остались довольны. Понравилась встреча? Да. А что тебе больше всего понравилось? Рассказы, как прилетали в космос. Люди узнают много нового. Узнают нового, что можно сделать, о чем можно помечтать. Алина Волучейская, Владислав Носкин, телеканал «Север», поселок Красное, Ненецкий автономный округ. Неземные истории и уникальные детали своего полета в космос Александр Лазуткин рассказал и ученикам четвертой школы, которая одна из немногих в стране стала полноценным участником международного проекта «Планета Икс». Герои Российской Федерации ребята слушали буквально затаив дыхание. Затем космонавту задавали различные вопросы. Школьников интересовало многое. Мой коллега Олег Танзийский тоже не удержался и задал свой вопрос астронавту. Классный час четвертой школе назвали уроком мира. В гости пришел человек, который видел этот мир через стекло иллюминатора. За 30 минут летчик-космонавт Александр Лазуткин и о себе поведал, и на вопросы ответил. Но главное другое. Эти ребята впервые заглянули в глаза того, кто видел воочию неземную жизнь. Мне понравилось, как он рассказывал о подготовке в космос. Я даже не знала, что это так проходит. Как он прыгал с парашютом 150 раз, и как он пришел примеры на лету. Это же когда прыгаешь, это... Для вас это мужчина-герой на самом деле? Да. Это поистине храбрый поступок – полететь в космос. Задать вопрос космонавту лично не удержалась и наша съемочная группа. Возможность редкая. У Александра Лазуткина мы спросили, а правда, что космонавт, который вернулся на Землю, не может ходить? Можешь ходить, но это очень сложно, потому что мышцы слабые, но мышцы еще позволяют, у тебя нарушается координация. Координация движения – это когда у тебя... Ты не думаешь, вот как идешь по ступенькам, а ножки сами идут. И поэтому ты должен идти и думать, какую ножку ставить, какую напрягать. Кстати, четвертая школа пока единственная в регионе, которая стала участником международного проекта «Планета-Х». Это некий конкурс, он пройдет в несколько этапов. Его цель – дать детям всестороннее развитие. Первое задание уже выполняют шестые и восьмые классы. Лучшие, возможно, отправятся в звездный городок. А там и до космоса недалеко. Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В итоге трехдневного визита Александра Лазуткина в Ненецкий округ подвели на специальные пресс-конференции. Летчик-космонавт отвечал уже на вопросы журналистов. Герой Российской Федерации признался посетить один из самых северных городов страны – его давняя мечта. Напомню, Норинмар стал городом, который участвует в международном проекте «Планета-Х». А это значит, что Александр Лазуткин, скорее всего, еще не раз посетит Ненецкий округ. Что касается вопросов, которые задавали астронавту, то в основном журналисты интересовались деталями его полета на орбиту. Впрочем, посчитали важным и другое. Например, о чем Александр Лазуткин никогда не спрашивают представители СМИ. Я бы хотел, чтобы меня спрашивали, вот так вот, а как изменилось ваше мироощущение после полета? Вообще, что дал полет? Мне стало более интересно, а что изменилось в моей голове после того, как я там оказался? Как я стал по-новому ощущать мир? Команда КВНщиков сборная НАУ приняла участие в полуфинале Межрегиональной Лиги Балтика. С уверенным отрывом в 5 баллов наша сборная триумфально заняла первое место. Команда КВНщиков сборная НАУ стала лучшей в полуфинале Межрегиональной Лиги Балтика. Она прошла в Санкт-Петербурге и была посвящена поиску новых героев. Команда Ненецкого округа одержала уверенную победу, обыграв своих соперников на 5 баллов. Всего в полуфинале участвовало 8 команд. Конкурсы полуфинала включали в себя приветствие, разминку жюри и финальную песню. Капитан команды Анастасия Антонова поделилась в телефонном интервью с нашим каналом Секретом Успеха. На самом деле нас очень хорошо воспринимала публика, шутки реально заходили. Особенно взорвал музыкальный номер, там просто жюри даже снялись без слез, в полный голос. Поэтому на самом деле материал, который был написан нами, он зашел очень хорошо на публику. На самом деле смех был очень сильный такой и мощный. Вообще в шоке на самом деле, потому что у нас столько сил было убито на эту игру. Это просто вообще мы старались прямо, мы вообще очень старались. Мне кажется, именно до игры мы старались, мы прямо так хотели победить очень сильно. И вот эта вот вера в победу, конечно, она вот, наверное, нам помогла. И сейчас, конечно, будет финал. Финал это очень серьезная игра. Также вот будем рвать, будем пытаться, по крайней мере, очень стараемся. До округа, до всех. Вот поддержка очень чувствуется, конечно, им. Нинецкий округ представит туристические возможности региона на форуме СМИ Северо-Запада. Он стартует в предстоящий четверг в Петербурге. Форум откроется представлением лучших информационных проектов, представленных на выставке «Медиа-атлас Северо-Запада-2015». В этом году тема медиавыставки «Сполохи северного сияния и романтика белых ночей». Она посвящена информационному продвижению и развитию северного туризма не только как замещение иностранному туризму, но и как самостоятельной перспективной отрасли развития. В рамках выставки пройдет презентация туристических возможностей Нинецкого округа. Кроме того, на форуме состоятся профессиональные дискуссии о путях информационного развития с участием руководителей региональных и федеральных СМИ, представителей власти и общественности. Кульминационным моментом станет торжественная церемония награждения победителей творческого журналистского конкурса «Сезам-2015», где будут названы лучшие журналистские проекты и имена их авторов. Среди награды специальный приз администрации Нинецкого округа в номинации «Лучшее освещение темы Арктики». Такой была информационная картина дня. Следить за информацией вы также можете на нашем сайте www.trk.ru. А теперь информация о погоде.